Всем большое пламенное привет, дорогие мальчики и девочки! У нас сегодня довольно необычный ролик, посвященный разбору каждого динозавра в Эвриме. Да-да, знаю, совсем скоро выйдет обновление, где добавят новых динозавров, но не пугайтесь, на них я сделала обзор в отдельности, ибо черт знает, когда это обново выйдет в релиз. В этом же ролике я постаралась собрать всю базу знаний, которая будет вам требоваться для игры на определенном виде динозавра. Итак, поехали! Первым в нашем списке будет один из самых маленьких представителей динозавров Эвриме – Дриазавр. Хоть со стороны он и кажется не особо примечательным, но толпа этих гопников может с легкостью отжать у вас все ваши хпшки, и вы сами не заметите, как умрете. На самом деле, этот диноз довольно слабый, откицает практически от всех в игре с одного удара, и его единственное предназначение – троллить игроков и всячески их доставать, а благодаря его особой способности он может делать это довольно умело. Когда вы поворачиваете камеру в определенную сторону, при нажатии на правую кнопку мыши дриазавр ловко прыгнет в то место, куда у вас наведена камера. Тем самым вы можете уворачиваться от атак противника, а также делать неожиданные повороты, уходя даже из самой сложной ситуации. Единственная ваша проблема – долго вы так делать не сможете, ибо у вас будет достаточно быстро заканчиваться выносливость. Поэтому можно с уверенностью сказать, что данный динозавр способен только убегать, или же пытаться убежать. В основном геймплей за него крайне скучный и ничем не выделяется. Можно взять только вместе с толпой друзей для троллинга других игроков, не более. Настоящая живая артиллерия. Просто машина мира динозавров. Получил номинацию лучшего троллякода из самого милого динозавра в сововселенной. Его отличительной чертой является возможность грязно плюнуть вам в лицо, вынуждаясь с позором стереть со своей морды чужие харчки и быстро принять капитуляцию. Ладно, если серьезно, плюет противнику в лицо, ослепляя его и дезориентируя в пространстве. Для ослепления необходимо попасть строго в голову цели, иначе эффект слепоты не наступит и вам побегут давать пиздюлей. Каждый такой смартёк расходует запас вашей еды в желудке, так что будьте аккуратнее с использованием данного умения в бесконтрольной основе, так как в скором времени необходимо будет хотя бы попастись на травки и восстановить силы. В целом, самый настоящий тролль еще не раз будет доставать вас в игре, но из плюсов быстро откисает и появляется самым маленьким игровым динозавром во время на данный момент. Единственное существо в игре, кроме обрывов, которое имеет возможность перелома. Настоящая машина убийств коронатавров. Скромный, но весьма своенравный парень. Имеет способность сломать вам не только лицо, а еще и ваше тело и ноги, что в большинстве случаев при таком количестве переломов будет говорить о вашем поражении в данной схватке. На данный момент в игре есть три вида переломов, которые вы можете получить. Голова, тело и ноги. При повреждении головы ваш обзор будет сильно урезан, как показано на экране, вы потеряете возможность совершать альтернативные атаки, и в принципе вам будет не очень хорошо. Просто зацените эту вывихнутую шею и все поймете. При переломе тела у вашего динозавра при каждом действии, расходующем стамину, она будет расходоваться намного быстрее, чем обычно, что также ставит вас в выязвимое положение. При переломе лапы ваш динозавр сильно замедлится, и даже при попытке бегства будет иметь маленькие шансы на успех. Чтобы нанести эти переломы, необходимо специальной атакой на правую кнопку мыши пахица фалозавра вторанится в нужную часть тела, и она будет сломана. Если такой атакой вы попадаете по существу, которое близко вам по размеру, оно упадет и несколько секунд не сможет пошевелиться, что позволит вам добить противника альтернативной атакой. Да, у некоторых динозавров в игре существует альтернативная атака, которая прожимается комбинацией клавиш Alt плюс левая кнопка мыши, что позволяет вам либо нанести больше урона, но израсходовать стамину, либо быстро повернуться в сторону атакующего и нанести ему повышенный урон. Для понимания, на экране сейчас показана именно альтернативная атака пахица фалозавра. Его обычная атака – простой укус, который наносит крайне мало урона. Поэтому советую при борьбе с соразмерными противниками пользоваться только комбинацией ПКМ и добивать альтернативной атакой, пока жертва находится в оглушении. Против же более крупных – только атака на правую кнопку мыши головой. Этот диноз на самом деле достаточно приятный по геймплею, и к тому же еще и умеет прыгать, что позволяет уйти в безопасную точку от слишком больших стаи хищников. В отличие от Legacy, этот пахич – то, что доктор прописал, в прямом и переносном смысле. Сильное животное, способное составить конкуренцию большому динозуху и в два счета насадить вас на свои острые, как бритва шипы. Несмотря на свой дружелюбный вид и травоядный рацион питания, этот здоровяк может доставить кучу проблем и навести самую настоящую суету на сервере, особенно в межвиде с другими видами травоядных или хищников. Как вы уже поняли, его главная особенность – это удар хвостом, который сразу же ваншотит всех маленьких динозавров одним ударом, а средним даст сильно прикурить и несколько раз подумать о повторной попытке поагрессировать на стегозавра. Также это один из тех динозавров в игре, который способен на равных сражаться с динозухом и в итоге убить его. Но даже у такого крупного и сильного динозавра есть один нюанс. Он все так же смертен и способен умереть от опытного крокодила или стая ютораптора, которые ловят тайминги и понимают, что делают. Но и у стегозавра есть на этот ответ. Он может просто спрятать голову в любом подходящем объекте, тем самым закрыв ее от атак и сделать себя полностью неприступным для всех, кто решит на него напасть. Для понимания, во время, если попасть атакой динозавру в голову, вы наносите ему максимально возможный урон и кровотечение, из-за чего стегозавра может легко умереть от пачки юторапторов или одинокого динозуха, понимающий, как работают механики в этой игре. Но об этом позже. При игре на стегозавре крайне важно помнить о вашем позиционировании, так как обычный укус наносит маленький урон противнику, в то время как он вам в голову большой. Если столкнулись с большой группой хищников, не стесняйтесь закрыть свою голову в любом подходящем предмете и тем самым защититься от атак спереди, подставляя им только вашу агрессивную пятую точку. Один из самых многофункциональных динозавров во время, имеющий сразу четыре типа атаки. Тыгадык и просто хороший парень. Перед вами Тенантазавр. Обладатель не только красивой модельки и динамичной анимации, а еще и любитель отправлять в далекий полет всех своих недоброжелателей. Так что не спешите недооценивать его. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Удар передними лапами на левую кнопку мыши плюс альт, удар задними лапами на правую кнопку мыши, отбрасывающий маленькие цели и наносящий большой урон, и также удар на правую кнопку мыши плюс альт, станущий любого динозавра и также наносящий большой урон. Тенантозавр при должной сноровке вполне спокойно чувствует себя на полях сражений в Риме, и даже будучи пойманным крокодилом, все равно имеет шанс спастись за счет своей быстрой скорости плавания. Он также умеет прыгать, что поможет вам спасаться от хищников в трудной ситуации, играя от скал и камней. Стоит заметить, что для новичка динозавр достаточно сложный, ибо далеко не сразу получается приноровиться ко всем четырем типам атаки и понимать, какую и в какой момент лучше использовать. Лучше всего стараться поразить противников именно задними атаками, так как они наносят максимальный урон по цели и могут быстро ее убить. Передни использовать в случае преследования или когда нет другого выхода. Любитель наказывает зазевавшихся в открытом поле игроков благодаря своей уникальной способности – тарану. Этому ящеру необходимо совсем немного разогнаться, чтобы обрушить на вас всю мощь своего головокружительного удара, и либо сразу вас убить, либо сбить с ног и продолжить вас унижать в лежачем положении. На стадии детеныша, когда у вас еще много выносливости, вы можете использовать таран не только с целью сбить с ног соразмерное существо, но и использовать его как средство вовремя дать по съебам, так как во время использования тарана вы получаете ускорение. Это поможет выживать вам на начальных порах, но на стадии адолта сожжет всю выносливость за несколько секунд, поэтому важно вовремя поменять стиль геймплея по вашему этапу взросления. Для применения тарана достаточно просто немного разогнаться и зажать правую кнопку мыши, направив своего динозавра прямо в цель. Но это не единственная способность Корнотавра. Помимо обычного укуса, у него также существует альтернативный укус с сочетанием клавиш Alt плюс левая кнопка мыши, позволяющая либо внезапно атаковать противника, подобравшегося сзади, либо просто наносить повышенный урон. Помните, при сражении с другими Корнотаврами используйте только альтернативные атаки и таран, иначе вы проиграете. Также альтернативными атаками довольно просто убивать юторапторов, особенно при попадании в голову. В целом, Карна довольно хороший диноз, обладающий хорошей скоростью и боевым потенциалом. На его единственная слабость – малый запас стамины и неповоротливость при таране. Если вы потратили таран впустую и не нанесли в ущерб врагу, у вас сразу минус половина выносливости. Также помните, что альтернативная атака также расходует выносливость, поэтому вам необходимо иметь хоть какой-нибудь запас для сражения. При игре на Корнотавре важно не расходовать выносливость попусту, например, используя таран при максимальном сближении к противнику, а не заблаговременно ради ускорения. А также стараться всегда держать стамину на полной лапе, чтобы не попасть в нелепую ситуацию и одержать победу. Одно из существ в игре, которое даст вам просраться при каждом приближении к чему-то, что напоминает воду. Эта здоровая душа питается вашим страхом и нервами, и вы никогда не знаете, сидит это падло сейчас в ближайшей речке или нет. Одна ошибка, и вы уже идете выбирать себе нового динозавра и более удачный скин на эту игровую сессию. Ибо крокодил, если не совсем дурной, вас просто так точно не отпустит. Его главная и уникальная особенность – возможность поджидать вас под водой и делать быстрый захват с целью вашего дальнейшего чила на речном дне. Выбраться из него нельзя, только если у крокодила не закончится выносливость для вашего удержания. Тогда у вас есть шанс спастись. На взрослого стегозавра этот захват тоже не действует и приведет лишь к его кратковременному оглушению, что тоже малоэффективно. Для захвата цели необходимо опуститься на дно водоема и направить камеру на интересующую цель. Подобраться максимально близко, после чего удержанием правой кнопки мыши совершить захват и опуститься вместе с жертвой на дно, чтобы она начала тонуть. Если понимаете, что выносливости для утопления не хватит, оттягивайте жертву подальше от берега и отпускаете. Всплываете перед ней и блокируете ее модельку своей, не позволяя проплыть дальше и атакуя ее в голову обычными атаками. Таким образом, можно в соло забирать тех же тенантазавров, которые переживают весь запас выносливости взрослого крокодила и в итоге всплывают. Крокодил также, как и остальные, обладает альтернативной атакой при сочетании клавиш Alt плюс левая кнопка мыши, что дает ему большую ловкость на суше и позволяет наносить повышенный урон. Будет очень больно тому, кто считает, что крокодил на суше крайне неповоротливый и его легко убить. Здесь входит мнение, что стегозавр – самый сильный динозавр в игре и его невозможно убить на крокодиле. На самом деле, это далеко не так. Во время игры игроки часто забывают о наличии во время распределения урона по частям тела и довольно самоотверженно набросаются на жопу стегозавра, не понимая, почему же он их так легко убивает. Ответ довольно прост. Урон стегозавра проходит вам в голову, то бишь максимальный. Вы же кусаете в тело, нанося средний урон. В итоге в этой борьбе, конечно же, победит стегозавр. Для успешного убийства этого временами наглого травоеда необходимо кусать альтернативной атакой в его голову, при этом стараясь обходить его атаки и лишний раз под них не подставляться. Вуаля! В итоге вместе с тиммейтом убить стегозавра становится нереально просто, а при должном навыке вы можете убивать стегозавров и вовсе в соло. Тем самым можно с уверенностью сказать, что динозух сильный и толстый динозавр, единственная слабость которого заключается в других динозухах, которые могут убить его даже в воде. Стоит остерегаться других крокодилов, а если пришлось вступить в бой, кусайте в голову только альт-атаками, и вы одержите победу. Омни-Раптор или же бывший Юта-Раптор. Быстрый и маневренный хищник, обожающий наскакивать на свою жертву и обескровливать ее полностью. Как уже ясно из описания, его главным уникальным талантом является возможность прыгнуть на любого динозавра и начать рвать его на части, что дает жертве огромное кровотечение. Также никто не мешает прыгнуть вместе со своим напарником, и вы уже будете вдвоем зависать вместе с каким-нибудь динозавром. Если прыгнуть на маленькую цель или другого Омни-Раптора, она окажется прижата к земле и не сможет выбраться, либо до момента своей смерти, либо пока не закончится выносливость у самого Омни-Раптора. Важно помнить, что когда вы прыгаете на свою жертву, она может начать пытаться сбросить вас нажатием на клавишу Е английскую, из-за чего ваша выносливость будет крайне быстро сжигаться. Если вы не спрыгнете со своей жертвы до ее окончания, Омни-Раптор упадет и будет находиться несколько секунд в стане, что закончится весьма плачевно. Необходимо следить за своей выносливостью и сразу спрыгивать с жертвы, когда она делает попытки вас скинуть. Также вы можете упасть с противника, если он оботрется вами о любое дерево или зайдет в воду. Будьте осторожны. Подобными наскоками Омни-Раптор может крайне быстро убить свою жертву, если рядом с ней не окажутся грязевые лужи, но это не единственное оружие в его арсенале. Омни-Раптор также умеет высоко прыгать и во время этого прыжка вы также можете применить наскок, чтобы пролететь дальше и вцепиться в свою жертву, которая укрылась от вас на скале. У Омни-Раптора также есть альтернативная атака, позволяющая ему наносить повышенный урон и рывками наносить удары во время сражения своей жертве, что будет для нее весьма неприятно. Сам по себе геймплей за этого шакала крайне приятный и драйвовый, особенно в пати друзей, готовых охотиться и кооперироваться вместе с вами. Главное следите за своей выносливостью и все будет в порядке. И последний на сегодня недодинозавр, также являющийся одним из лучших троллей в игре и убийц всех джувиков, Птер Анадон. Он умеет летать и ловить рыбу, а еще доебывать всех, кто попадет в его поле зрения. В свою очередь, Птер позволяет новичкам изучить карту и в безопасности полетать по ее окрестностям, наблюдая за скучной и унылой жизнью этих смертных земных созданий. Для полета вам всего лишь нужно либо зажать и удерживать пробел, чтобы возлететь с места, либо разбежаться и начать удерживать пробел для экстренного взлета, отпустив после достаточного разгона. Если подлететь к какому-либо объекту, сблизиться с ним и на английскую клавишу Z нажать правую кнопку мыши, Птер зацепится за объект и будет на нем висеть. Выносливость это не восполняет, поэтому пока неизвестно, зачем этот функционал в принципе ему нужен. Но пока просто красиво. Уникальная особенность Птера – возможность ловли рыбы. Для этого вам необходимо спикировать к речке и найти место, где рыба выпрыгивает из воды. Как только его нашли, с помощью клавиши Z замедляем себя и снижаемся до нужного уровня, зажимая правую кнопку мыши. Птер раскроет пасть и в таком состоянии необходимо пролететь к месту выпрыгивания рыбы, находясь максимально низко к воде. Чтобы не упасть в воду, нажимайте на пробел раз в несколько секунд, чтобы немного поднять Птеранодона над уровнем воды. Как только появится уведомление о том, что вы поймали рыбу, отпускайте правую кнопку мыши и взмывайте в небо с богатым уломом в клюве. Это была информация обо всех динозаврах, которые сейчас есть в игре. В дальнейшем будет выходить контент по новым добавленным видам, как только их пустят в релиз. Сейчас же хочу поблагодарить участников данного ролика, кто активно помогал с его съемкой. Это Вендетта, Неон Террор, Сирена, Вера, Элон Бой и Ди Кек. Также буду рада, если вы поделитесь своим мнением в комментариях насчет вышесказанного и дополните своим игровым опытом, какие тактики можно применять и какие механики еще действуют в игре. Всем спасибо и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok